Продолжение следует... То есть мы с вами будем работать до конца упорно и, конечно же, качественно. Я с удовольствием хочу представить вам двух учителей, действующих учителей, у которых за спиной, как говорится, более чем 20 лет успешной работы в школе. Вы, наверное, успели познакомиться с их автобиографиями. Они у нас на сайте размещены. Кроме своей ежедневной работы в школе, они, конечно же, работают много со своими детьми. И они являются частыми гостями русского центра в армии. Их дети являются лауреатами международных конкурсов, детских театров. У них много наград. Это одни из самых, я не побоюсь этого слова, талантливых учителей. И для меня большая честь, что они согласились стать участниками этой школы и провести свой мастер-класс, посвященный театральным технологиям. Итак, Румяна Тудорова. Очень приятно. Румяна Тудорова и Рузалина Толберон. Это учителя средней школы с изучением русского языка имени Геумилева в армии. Послушайте их и быть нашим гостем. Но специально, чтобы поддержать своих коллег, к нам пришла и директор школы, госпожа Юнакова. Итак, вам слово себя представить для Анатолии. Здравствуйте, дорогие друзья. Могу уже сказать, потому что мы с вами не только познакомились, да уже и подружились. И все-таки разрешите представиться еще раз. Меня зовут Румяна Тудорова. Я учитель русского языка в средней общеобразовательной школе имени Геумилева, город Варна. Это моя коллега. Я Рузалина Толберон. Я тоже преподаю русский язык в той же самой школе. Хочу сказать несколько слов о нашей школе. Наша школа одна из самых больших в городе Варна. В школе учатся 1200 учеников. С 1 по 12 класс. Со 2 класса наши дети изучают и русский язык, как второй иностранный. Это для нас большое счастье. И с 2007 года наша школа принята в национальную сеть базовых школ Болгарии, о которой говорила в понедельник госпожа Стоянка Почеканская. Вы уже знаете, что такая национальная сеть Болгарии. Итак, что мы будем делать сегодня? Так начинается каждый урок. В самом начале позвольте поблагодарить организаторам. Спасибо большое за то, что вы нас пригласили и предоставили нам возможность поделиться своим опытом и рассказать вам о роли театра в обучении живой разговорной речи на уроках русского языка, как иностранного. Что будем делать? В самом начале мы коротко познакомим вас с тем, что такое школьная театральная педагогика, какие творческие задания мы используем, а потом мы будем играть. Мы не только расскажем, мы покажем, мы потренируемся. Будем играть в театр. Ждите, что будет дальше. Итак, всем нам известно, что в настоящее время идет интенсивный поиск средств активизации деятельности учащихся в процессе обучения. Чтобы достичь современного уровня владения иностранным языком, нельзя не учитывать огромный потенциал театральных технологий на уроках русского языка, как иностранного. Итак, что такое школьная театральная педагогика? Главный образовательный феномен школьного театрального пространства заключается в том, что театр формирует в сознании и в эмоциональной сфере ребенка семусную картину мира. Поэтому школьная театральная педагогика предполагает включение уроков театра в учебный процесс. Театральное пространство дает возможность практически раскрыть любые способности и интересы. Занятия театром воздействуют и на память, волю, воображение, мышление, чувство внимания. Они помогают развить логику, поверить в себя, освободиться от внутренних зажимов. У каждого из нас есть таких. Воплотить через игру не сбывшиеся идеи и мечты. Вот почему мы говорим, что школьная театральная педагогика направлена на развитие творческих способностей учащихся. Вообще, использование приемов театральной педагогики в школе позволяет решить достижение конечного продукта в результате коллективной творческой деятельности. Давайте увидим, что включает в себя термин «школьная театральная педагогика». Школьный театр – самая удачная форма взаимовоспитания и общения в творческой обстановке. Театр может быть все – и увлекательной игрой, и средством погружения в другую эпоху, открытием неизвестных граней современности. Игра и связанное с ней переживание порождают отношение к предмету, герою, к эпохе, к образу. Сталкиваясь с чем-то новым, будь то кинофильм, книга или спектакль, ребенок сможет взглянуть на себя, на других людей, на окружающий мир, но уже с иной точки зрения. Вообще, театральная деятельность – путь ребенка в общечеловеческую культуру. И если учитель делает акцент не на успех, а на том труде, который потрачен, что я имею в виду, если ученик хорошо сыграл, успел сосредоточиться, сумел выучить текст, то это и есть правильная ориентация на развитие культуры личности. Какова основная задача педагога? Основная задача педагога – помочь ребятам избавиться от комплексов и убедиться в своей нужности. Как я вам сказала, занятия театром практически задействуют все ресурсы ребенка – от собственной воли до собственного тела. Ребенок при этом переоткрывает себя. Он вдруг понимает, что может владеть своим голосом, что текст звучит совсем не так. Он понимает, что может двигаться совершенно по-иному. Наверное, на вас происходило впечатление, что когда вы играете в театр, вот у вас там, не знаю, какая роль, вот у вас и движения совершенно иные, да и голос меняется. Вот это происходит действительно на этих уроках театра. Педагог помогает ребятам или детям вообще убедиться в своей уникальности. Почему? Практики театра отмечают, что самый лучший способ запоминания текста происходит на ногах. То есть не когда актер сидит пассивно за столом, а когда ходит по стене, соединяя речь с движением. И тогда текст запоминается намного легче и быстрее. Да и еще интереснее нам, да? Еще другая задача педагога – это поверить в себя. Помогает ребятам, чтобы на занятия театра они поверили в себя. У учащихся вообще укрепляется уверенность в своем умении пользоваться русским языком как средством общения и желания совершенствовать свои знания. На уроках театра учителю очень важно соблюдать следующий психолого-педагогический принцип. Роль должна быть для обучаемого актом поощрения, актом доверия, эмоциональным стимулом. И вообще роль в никаком случае не должна даваться в виде принуждения. То есть это должно быть свободный выбор, да? Чтобы мы были счастливы от этого, то, что будет. В творческой педагогике вообще очень важно не просто обучать чему-нибудь, не поучать, а быть готовым поделиться всем, учиться ежедневно вместе с ребятами и узнавать новое. Вот какие творческие задания мы используем в своей работе. Неизменный интерес вызывают сюжетно-ролевые игры, связанные с профессиями, в которых реализуется потребность ребенка действовать так взрослым. В зависимости от ситуации урока, они могут быть и индивидуальные, и коллективные игры. Обратите внимание на следующее задание. «Театр-экспромт». Мы вам обещали, что потом мы будем играть. Первое, что будет, это будет «Театр-экспромт». Знаете ли вы, что такое «Театр-экспромт»? Слышали об этом? Ну, я постараюсь коротко рассказать вам. Значит, идея театра очень проста. Выбирается текст, рассчитанный на 10-12 ролей. И в это время мы пишем роли на листочках, раздаем артистам. Далее текст читает голос за кадром, а артисты инсценируют услышанное. То есть диалоги здесь не нужны. Сначала, когда мы будем начинать играть, ничего говорить вы не будете. Ну, конечно, можете издавать звуки. Да, звуки разрешены. Так что это будет дальше. И еще хочу отметить, что этот вид деятельности можно использовать на уроке аудирования, потому что мы слышим и инсценируем то, что услышано. Итак, в процессе подготовки к спектаклю идет интеграция различных предметов. Кроме того, мы должны обратить внимание вот и на организационные этапы театра. Какие этапы? У нас есть три этапа. Организационный, основной и заключительный. Первый этап организационный, как вы видите, что мы там делаем. Сначала выбираем пьесу, потом обсуждаем то, что мы выбрали и распределяем роли. А во время второго, основного этапа знакомимся с литературно-историческим материалом, потом идет разучивание ролей, создание образов героев, работаем над сценическим поведением, нужно подобрать подходящую музыку, конечно, готовим танцы, нужно сделать костюмы, декорации. И последний этап, заключительный, это уже показ спектакля. Вы тоже сегодня сделаете настоящие спектакли, мы будем играть вместе, так что будет и заключительный этап у нас. Итак, я немножко заранее сказала, что интеграция предметов происходит все время, а что дает нам театральная деятельность. Вот на это я хочу обратить специальное внимание. Театральная деятельность дает возможность развить самые разнообразные творческие способности у детей. Она, театральная деятельность, позволяет пережить на эмоциональном уровне преподаваемой матерям. Театральная деятельность позволяет ребенку осознать и использовать в содержании различных учебных предметов для реализации театральной постановки. Давайте увидим и эффекты для учащихся. Театральная деятельность способствует раскрытию личностного потенциала ребенка, повышению учебной мотивации, а это для нас очень-очень важно, совершенствование культуры речи. И нельзя не обратить внимание, что развивается коммуникативная культура учащихся. Но самое главное наше открытие, что театр может прекрасно жить на любом уроке, а также и в любом школьном деле. Важно только знать, что театр может быть не только формой, а и методом. На театральных уроках ученики учатся применять иностранный язык в реальных жизненных ситуациях. Театральные уроки способствуют развитию творческих способностей, актерских способностей коллективного творчества, а также активному усвоению иностранного языка. Ученики учатся самостоятельно ставить и решать творческие задачи. Итак, что такое театр? Театр в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, неповторимость и единственность человеческой личности. Театр — это творчество. Театр — это праздник, сюрприз, приятное, волнение. И чтобы почувствовали всё это, давайте поиграем в театр. Театр — экспромт. Начинается. Так, надеюсь, что вы запомнили, что такое театр — экспромт. Если нет, ещё раз объясню. Поняли? Запомнили? Диалоги не нужны, только демонстрируем то, что читает диктор. То есть голос идёт за кадром, и мы выполняем услышанное. Понятно? Так. И так как есть основный принцип, что роль должна быть для обучаемого актом доверия, поощрением, эмоциональным стимулом и так далее, значит, вы должны сейчас... Мы сделаем с вами две группы, нам нужны. Первая группа — 11 человек, другая — 15. По свободному выбору, быстренько, иначе. Мы поможем вам сделать всё это. Мы раздаём сейчас листочки. Так, коллеги, я буду читать очень медленно, чтобы вам было понятно, о чём идёт речь. Театр называется «Ночь». Забывает ветер. Давайте. Раскачиваются деревья. Между ними пробирается вор. Между деревьями. Между деревьями. Он ищет конюшню, где ступит конь. Вот и конюшня. Спит конь. Ему что-то снится. Ему что-то снится. Он слегка перебирает копытами и тихо ржёт. Недалеко от него пристроился на жёрдочке воробей. Воробей пристроился. Чик-чирик. Он дремлет. Воробей дремлет. Иногда открывает то один, то другой глаз. На улице спит пёс. Деревья шумят. Из-за шума не слышно, как вор пробирается в конюшню. Шум сильный, да? Вот он хватает коня за уздечку. Воробей. Воробей зачирикал тревожно. Пёс отчаянно залаял. Вор уводит коня. Пёс заливается лаем. Заливается лаем. Выбежала из дома хозяйка. Хозяйка? Заохала. Закричала. Хозяйка? Хозяйка заохала. Закричала. Выскочил с ружьём в руках хозяин. С ружьём в руках. Вор, вор убегает. Он убегает. Хозяин ведёт коня в конюшню. Образно. Хозяин ведёт коня в конюшню. Пёс. Пёс. Пёс прыгнет от радости. Пёс прыгнет от радости. Воробей летает вокруг. Летает. Летает. Деревья шумят. И ветер продолжает завоевать. Ветер. Хозяин гладит коня и бросаять ему сено. Глади, глади. Глади. Гладит коня. И бросает ему сено, чтобы её… Он идёт тебя. Хозяин зовёт хозяйку в дом. Можно за руку, да? Все успокаиваются. Спит пёс. Дремлет воробей на своём прежнем месте. Стоя засыпает конь. Он изредка вздрагивает и тихо жжёт. И за нарез опускается. Спрятайтесь, пожалуйста, сейчас все. Только студент, чтобы остался. Пожалуйста, передвиньтесь. Так, только студент. Итак, начинаю. Вечер. После сдачи первых в жизни экзаменов Студент Коля Иванов сидел на своей кровати И, ни о чём не думая, лениво листал толстую тетрадь. Конечно, с конспектами. Странички тетради спокойно шуршали. Рядом мирно тикал будильник. Тикал будильник. Тикал будильник. Тикал будильник. Тик, тик, тик. Пожалуйста, давайте звуки. Порядком потрёпанный календарь На стене показывал. На стене показывал уже 15 июня. Шуршами страничек склонила Кою ко сну. Ложитесь спать уже, да. Студента окутала сладкая дрема. Так, Коя отодвинул тетрадь, Подтянул к себе большую мягкую подушку, Обнял её, обнял её, И громко засопел, громко засопел. Не слышно хорошо. В это время дрема сменилась кошмаром. Кошмар. Идёт кошмар. Вместе с ним в комнате появились Два жутких биквадратных уравнения. Какие они страшные. Ему снятся эти биквадратные уравнения. Они дико скакали по комнате, Скакали дико по комнате. А Коля с закрытыми глазами И страдальческой миной на лице Водил рукой по воздуху, Как будто мелом по доске, Пытаясь решить хоть что-нибудь. Затем откуда-то появилось Длиннющее, длиннющее, Сложно подчинённое предложение. Оно никак не могло Поместиться в комнате, Поэтому незамедлительно Отвелось вокруг Коли, Словно удав, И стало его душить. Коля пытался выпутаться, Но предложение не сдавалось. Тут в комнате Появился скелет. В обнимку С тремя зубами Из учебника Анатомия. Так, Скелет начал разбрасывать Кости направо, налево, А зубы Попытаясь изобразить Танец маленьких лебедей. Пожалуйста, Танец зубы Страшные, А танцуют Прекрасно. Ещё Вас мне не хватало, Невнятно Буркнул Кою. Ещё Вас мне не хватало, Буркнул. В это время Зубы Выстроились В один ряд И дружно Спросили Ты нас Почистил Пастой? Ты нас Почистил Пастой! Иванов Чуд Освободившись От оков Страшного Предложения Освободите, Пожалуйста, Его От оков Страшного Предложения. Снимайте, Снимайте. Так, Помогите Ему Вот это Длиннющее Сложно Подчинённое Предложение, Которое Так его Измучило. Схватил Подушку Студент Схватил Подушку И запустил Её Вихидное Зубой. Зубы Исчезли. Стелет Рассыпался В это Время Звонко Зазвонил Будильник. Будильник. Звонко. Звонко. Будильник. Хорошо. Иванов В холодном Поту В холодном Поту Открыл Глаза. В комнате Не было Ни Предложения. Убегайте Предложения, Пожалуйста. Ни Уравнений. Ни Костей. Зато В комнату Заглянуло Весёлое Солнышко. Солнышко. Вот я. Вот такое Красивое. Недалеко От кровати Шелестела На ветерке Тетрадь С конспектами. А на Стенный Календарь Чудом Удерживаяся На одном Гвоздике Показывал Уже Шестнадцатый Июня. Экзамены Кончились Выпускной Каникулой. Радуй за студент. Всё Кончилось. Молодцы. Здорово. Понравилось? Поздравляем Наших Артистов. Вот Что значит Театр Франции. Так Сейчас Коллеги Я коротко Расскажу Вам Уже О нашей Практической Работе В школе Наша Театральная Студия В школе Где мы Работаем Носит имя Синяя Птица Потом Скажу Откуда Мы решили Почему Решили Выбрать Такое Имя Наша Школа Создана В 2002 Году За Десять Прошедших Лет На Театральных Сценах Российского Культурно Информационного Центра в Софии В Луган В Швейцарии В Москве В Париже Показали Своё мастерство Свыше Двухсот Учеников Нашей Школы Каждый Год Наши Воспитанники Очаровывают Жюри Публику Своими Спектаклями 2012 Год В этом Году Мы Занялись С коллегой Очень трудным Делом Решили Поставить Спектакль По рассказу Константина Полстовского Корзина Силовыми Шишками Заняли Второе место На национальном Фестивале Детских И юношеских Театральных Коллективов Софии И Нам предоставилась Возможность Побывать И участвовать В первом Международном Фестивале Детских Русскоязычных Театров В городе Турин Италия И за Наш Прекрасный Спектакль Получили Диплом За Оригинальность И Нетрадиционный Подход Вот Наша Детельная Сцена Время Спектакль 2011 2011 Год Спектакль Синяя Птица По Рассказу Бельгийского Драматурга Мориса Метерлинка Мы Приняли Участие В Фестивале Русское Слово Русская Душа В Париже Во Франции И получили Диплом За Самый Оригинальный Спектакль 2009 Год Святые Маленькой Иды Выросли На Московской Цене И получили Диплом Лауреата Международного Фестиваля Детских Коллективов Первоцветы 2007 Год Талантливым Маленьким Актерам Была Предоставлена Возможность Участвовать В открытии 11 Конгресса Международной Ассоциации Преподавателей Русского Языка И Литературы В нашем Городе Тоже Со Спектаклем Синя Птица По Рассказу Метерлинка 2006 Год Карнавал Заветных Желаний По Рассказу Ярослава Полинович Первое Место Национального Фестиваля В Болгарии 2005 Год Жюри Да Один из наших Мальчиков Который С пятого Класса Занимался В нашей Театральной Студии Сейчас Уже Студент На третьем Курсе По-моему В Национальной Академии Подготовка Театральной Академии Завершает И Ребенка И Сейчас Что мы Будем Делать Нам Нужны Уже Четыре Группы Четыре Группы Хорошо Так что Первый Спектакль Визит Это у Врача Два Человека Нам Нужны Мужчина И Женщина Просто Мужчина И Женщина Давайте Мальчики Всегда Самые Ценные Мальчики Здесь Так что Мужчина И Женщина Так И Патент Пожалуйста Патентка Так Следующий Спектакль Конкуренция Значит Три Участника Хорошо Я говорю Действующие Лица У нас Мороженщица Продавщица Мороженого Продавщица Сосисок И Покупатель Или Покупательница Все Это На Улице Происходит Быстро Забавно Интересно Современно Ждем Быстро Я готова Вы готовы Ирина Вы готовы Уже Да Я знаю Или нет Так Хорошо Дальше Студентой Разговор С преподавателем Пожалуйста И преподаватель Нам нужен Давайте преподавателем И студентой Пожалуйста Одна студента Давай Добрый день Гости Дорогие Жданные Званые И желанные Добро пожаловать Мы все К вас Приветствуем Душевно Скричаем Спешите Спешите Приходите Все Без стеснения Билет Как не надо Предявите Только Хорошее Настроение Удобно 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 Хорошо Всем ли Видно Всем Так Всем ли Слышно Ну тогда Начинаем Спектакли Итак Начинается Начинается Спектакль Визит Аплодисменты Добрый день Добрый день Разденьтесь Пожалуйста Ну простите Спокойно Не волнуйтесь Ну я должен Разденьтесь Разденьтесь Сказал Разденьтесь Откройте Откройте Ру Какие Пошелки Господи Наверное Ну вы курите Да Покажите Язык Скажите Да Да Егор У вас что-то красноватое Как у вас Сослух Вы хорошо Слышите Да я хорошо Слышу И вижу Не волнуйтесь Посмотрите На себя Какой у вас Красный Болят у вас Руки Моги У меня Абсолютно Ничего Не болит Я Только посмотрите На себя Как Ничего Не болит У вас Большой Живот Спектакль У меня И такой Синий Нос Наверное Молок Пил Я не пью Стопы Доктор Я пью Только молоко Кофе И воду А как Ваше сердце У меня Сердце Абсолютно Не болит Как же Так Не беспокоить Наверное Придется Сделать Вам Операцию Что Вы Зачем Меня Оперировать Доктор Я только Хотел С вами Встретиться Я Виктор Что Виктор Я Виктор Витя Это Ты Не помню Заверный Переоднокласс И так Быстро Ее Вперед Спасибо Вам За Bug И Дъемте Вперед Дальше И Чтобы Остаться Ножете Играть Нав Продолжаем. Для гостей, для друзей, для всех. Спектакль, конкуренция. Пожалуйста, ждем наш актер. Горячие сосиски, горячие сосиски соусом. Мороженое, мороженое на любой вкус, без товара из холодильника. Подходите, покупайте горяченькое. Мороженое, пломбирай, пломбирай, холодное пломбирай. Сосисочки, сосисочки. Вам чего, пломбир или стаканчик? Нет, нет, сразу видно, человек голодный, хочет перекусить. Возьмите сосисочки горяченькие, с пылу жару. А вот и нет, вот и нет. Она ко мне подошла, ей вкусненького хочется. Правда, девушка? Не-не-не, неправда. Кто же есть холодное, кто же есть холодное наголовное животное? Девушка, да у вас так живот схватит, никакие таблетки не спасут. Ради бога. Надо же сперва поесть горячего, а уж потом всякую дребедель. Дребедель? Это у меня-то дребедель. Да у меня вес товар с первого холода комбинации. Всемирно известная продукция. Молоко и слизки. Не то, что сосиски эти. Девушка, вы знаете, из чего сосиски делают? Это же туалетная бумага подкрашенная. И соус. Как сплошная химия. Ой, как не стыдно брать так. Но у меня отборные сосиски наши родные. Чистая мясо, не верти, девушка. Посмотрите, какое у нее нечестное лицо. Разве она правду скажет? Это ей надо свой товар продать. Залежала. Залежала. Это у меня-то залежала. Да я так торгую. У меня все в микро слетается. И весь товар из холодильника. Ага. Пять лет в холодильнике валяется. Все в микробах. Какие микробы? Это все микробы от холода дохнут. А вот эти дохнут. Спят просто. А значит, они забегают. Сешь мороженое, а они в животе и проснутся. Девушка, не верьте. Вранье. Это сосиски у нее сто раз подгретое. Еще с позавчерами проданное. Точно отправитесь. Ну вот. Впугнула покупателя. Это-то покупатель. Это дура, дура, дура. И сама не знаю, что хочет. Точно. Хочет такие бездельницы. И только честным продавцам работать мешают. И не говори. Мороженое! 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 И горяченькое! АПЛОДИСМЕНТЫ! 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 Ну все-таки, ешьте, пожалуйста, ешьте, не отказывайте. Итак, продолжаем дальше. Праздник наш вперед идет. И еще вас в подарок ждет. Следующий спектакль. Реальная ситуация в университете. Пожалуйста, преподаватель и студенты. Серьезно знаете ситуацию. Все ли вы можете ходить в университете? Безусловно, все. Даже не филологи. Дело в том, что я учусь на переводчиках. Зачем же у меня в университете в университете? Я поняла ваши сомнения. На лекции вы не знакомитесь с новеньками русской литературы. Дорогая Мария. Пикрофон. Даже если вы не будете специалистом по литературе, это очень интересно и полезно. А я хочу вам сказать, что без труда не надо шестереть поезда. Что? Что? Простите, я не возможно говорить о померленной. А мне кажется, что я вас не видела на моих литературе. И отливаешься. И отливаешься. Аплодисменты. 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 Органы чувства, любви, аудитория, музыка нам нужна немножко. Прошу, знания студентов. Прошу, знания студентов. Я сказал, слушай. Итак, сегодня у нас занятие по психологии семейных отношений. Сейчас я устрою небольшой мозговой штурм, так сказать. Я буду задавать вопросы, желающие высказываться, отвечать на них. Итак, как вы думаете, почему я мужчина? Есть ли я мужчина? Пожалуйста, приятного. Моя мама часто говорила мне, что очень важно хорошо кормить мужчину. Если он, наконец, нормально наедется, но станет по-кладистами добрым. А теперь расскажите, как развивался этот интересный с точки зрения психологии процесс между вашими родителями? Итак, первое время этот пастурат работал. А что потом случилось? Ну, что приключилось? Папа не кушал, кушал, хвалил, хвалил, жива-жива, потом гастрит у себя наил. Папа не травмил. Еда маме ему приелась и сбежала к другой женщине. Мы таким образом увидим, что завоевать сердце мужчины через пищу на долгах невозможно. Студент Кабина, а как вы думаете? Я думаю, это невозможно. Бабы, простите, девушки, они, конечно, любят вкусно похавать. Поесть, выражаетесь правилами. Ну, в свете последних этих, каких, по телеку, видела, видела. Вот, тенденции, а также моих наблюдений для них главное калькулятор. Калькулятор? Поясните вашу позицию, юноши. Вот, например, я приглашаю девушку и говорю ей, давай вкусно поедим, потанцуем и аниме сразу. А в какой ресторан мы пойдем? То есть, она будет знать, и какую пищу, и в каком ресторане вы собираетесь погрошать? Да нет, просто ей знать хочется, сколько бабля, извините, денег я готов на нее потратить, и в каких заведениях. И в армии это вкусно будем кушать и у меня дома. Значит, деньги для нее важнее. И что? А то, что как только девушка узнает, так сразу ко мне интерес теряет, и идет на свиданку с дядкой со людьми, которые старше раза два, и про деньгах. Не свиданка, а свидание. Мы тут в дискуссии упустили важный момент. По последним исследованиям, чуть ли не важнейшим фактором привлекательности мужчин и женщин является запах. Ага. И так значит, запах. Отличая посылка, какие-то интерпретации основной темы. Чего? Камера, мы вам дадим слово позже. Прошу вас изложить в тратку и суть этой теории. Ликонова. Начнем с того, что это распространенное загружение, что мужчин должен быть вонюч и волосат. Я тоже. Это протаганда хрустикского рома. Чего? Ликонова. Я же просил деликатно. По последним исследованиям, именно запах является важнейшим фактором во взаиме привлекательности кола, если выживаете деликатности. Любопитно. Почему? Недаром же раньше выбирали у нас путника жизни после многочисленных танцев. То есть тогда, когда мужчина и женщина соприкасались с телами в танце. И, соответственно, вдевают аромат друг друга. Конечно, если запах устраивает, то идет сближение. Сближение? Но какое? Какое, какое? Максимальное? Среда, и конкретизируем конкретизируем знания. Значит, запах и прикосновения играют очень важную роль. Завершая наш вступительный диалог, мы видим, что и мужчины, и женщины любят друг друга всеми органами чувства. Но самое важное, и коллеги, это не то, чем мы любим друг друга, а как мы любим. И прошу вас обратить внимание именно на это. Не технологии, а чувства. Мы один только разум, но и сердце. И это я вам желаю. Больше чувств, больше сердца. Спасибо за внимание. И так, вот это были наши маленькие спектакли, которые мы решили сегодня представить и показать вам. Надеемся, что вам понравилось. Сценарий мы вам нравим. Может быть, вдруг вы решите в ваших университетах продемонстрировать. Почти поиграть в театр. Так что, это была репетиция. Будем надеяться, что все вы, наши будущие коллеги, потому что мы действующие учителя, и ждем вас. Почти, надеемся, что вы тоже будете заниматься театром. Будете играть в театр в школе, потому что дети очень-очень любят. Конечно, сможете. У меня чисто организационные вопросы. Во-первых, когда мы организуем спектакль, надо ли настаивать на хорошем, безупречном произношении русского языка, если мы будем показывать этот спектакль на фестивале, например? Обязательно. Обязательно. Работа над языком продолжается 3-4 месяца. Да, индивидуально, индивидуально, с каждым актером, в кавычках, с каждым учеником, студентом и так далее. Работа над каждым словом, да, это очень трудная работа, но зато результат, когда будет, это великолепно. Тогда вы забываете все. Вы можете работать в день 2, 3, 4 часа. Вы можете приглашать ученика в удобное для вас время, но обязательно должно звучать правильно. Слово должно быть прекрасное, да. Да, русский язык должен быть прекрасным. Между прочим, у нас такой приз был на качество... За качество русского языка. За качество русского языка. Вот ученики, которые у нас изучают русский язык со 2 класса, как свободно выбираемая подготовка, только один урок в неделе. Вообще, когда они поступают у нас... Вот первый вопрос, и директор здесь говорит, пожалуйста, мы хотим в театр. Мы будем вашими учениками, но объясните, как можем участвовать в вашем театре. Другие. У меня еще несколько вопросов. По поводу распределения ролей. Как их надо распределять? Поскольку, понимаю, там 1200 учеников, не все могут участвовать в театре. О, нет, нет, нет. Значит, давайте уточняем. Театральная студия, это другое дело. Театральная студия, вот там участвуют 15-18 человек, не больше. Есть отбор, конечно. Вот подходят к нам, скажем, может быть, 30, 40, 50, 60 и 80 человек было. Объявляется день, в котором вот идет вот такое прослушивание. И мы даем текст. Они читают, они выбирают роль. Говорят, вот эта роль мне нравится больше всего. Пожалуйста, дайте мне эту роль. Хорошо, пробуем. Но если не получается, приходится менять. Да? Вот это нужно иметь. А насчет других уроков. То, что уникальное в нашей школе, в нашей работе, что мы на каждом, не на каждом уроке, а в каждом классе делаем такие театральные уроки. Мы так делаем свое распределение, чтобы была возможность раз в неделю, хотя бы или в месяц, был такой праздник. Такой праздник. И они ждут, что завтра учебники нам не нужны, у нас театральный урок. Да, да, да. Все приносят сценарии. И вот праздник. А текст запоминается так легко и так быстро. Но нет у нас больше времени, а хотим показать отрывок из нашего спектакля. А потом, если будут еще вопросы, постараемся ответить. Вот что мы сделали. Чему мы научились. Вы, наверное, подумаете об этом. И многие из вас, надеемся, будут использовать в своей будущей работе. А перед окончанием нашего занятия сегодня, я бы хотела хотя бы два слова сказать. Мы сказали, что в нашей школе мы активно занимаемся и изучаем русский язык с первого по двенадцатый. Но в этом году нам посчастливилось, потому что у нас уже первый иностранный язык с восьмого класса. Это восьмой интенсивный. Так что это для нас большая... 18 четвертый день, 26 человек. Это для нас огромная-огромная радость. И, конечно, огромный труд. Да, ждет нас. Вот наши контакты. Если вы хотите, пишите, пожалуйста. Мы будем посылать сценарий, будем помогать в вашей работе. Если можем, конечно. Надеемся, что вам сегодняшнее занятие понравилось. А для нас была огромная-огромная честь быть, работать вместе с вами. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем. Огромное спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ